Что я заметил, вот допустим, когда находился в Адмирале Гранд Отеле и в Шелесте, точно так же, то, что у людей, которые владеют деньгами, другое отношение к веселью и к жизни, в принципе. Допустим, тот, кто более, скажем так, бедный или нищий, он больше предвзят к тому, чтобы бухать, кричать, резвиться, вот такого плана, быковать, вот такое. А те, кто действительно владеют большим количеством денег, они более спокойные, размеренные, у них другие ценности в жизни, другие приоритеты, радости даже, совершенно другое мышление. И поэтому человек, который родился, в принципе, бедным, да, и в бедной семье воспитывался, я думаю, он, скорее всего, в большей части, в большей мере останется таким бедным, как и был, потому что у него не меняются ценности, приоритеты, вкусы, привычки и тому подобного. Поэтому, к сожалению, так. Плюс еще к этому, смотрите, допустим, ты любишь алкоголь, да, и ты его любишь еще с детства, там, ну, грубо говоря, всю жизнь, ну, не с детства, а всю жизнь, вот. И если ты будешь отказываться от любимого, ты будешь страдать. Ну, получается, ты просто будешь заниматься нелюбимыми делами, вот. А те дела, которые делают богатые, будут тебе сказываться скучными, неинтересными, гадкими, чуждыми. Поэтому мы остаемся с тем уровнем дохода, который у нас есть сейчас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.